Михаил Зощенко, аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. В свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней, театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула всю свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома на собрании. Гляжу, стоит эта крылья, чулочки на ней золоченые. Откуда, говорю, эта гражданка, из какого номера? И я, говорит, из Сединова. Пожалуйста, говорю, живите. Сразу как-то она мне ужасно понравилась, зачастил я седьмой номер. Вал придух, лицо официальное, дескать, у вас гражданка в смысле порчи водопровода и уборная. Как? Действует? Да. Отвечает. Действует. И сама кутается в байковый платок, и не мур-мур больше. Только глазами стрижет, и звук в рте блестит. Входил я к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать, дескать. Действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. А дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь. Что щука? И чего сказать? Не знаю. Перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит. Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Ах, голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер на его власти сводили бы меня, например, в театр. Ну, можно, говорю. И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, другой мне Васька с лесой пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет. Я на Васькин. Сижу на верхотуре. Ни хрена не вижу. Нет, ежели нагнуться через барьер, то я ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал. Сошел вниз. Гляжу антракт. В антракте выходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. А сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. На стойке блюда. На блюде пирожные. А я этим гусем, этим буржуем, недорезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное. Да не стесняйтесь. Я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит. Развратной походкой к блюду. Соп с кремом и жрет. А у меня денег-то кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой. Сколько у меня денег? О, а денег у меня с Гулькин нос. Съела она с кремом. Соп другое. Я аж крякнул. Молчу. Взяла меня и такая буржузская стыдливость. Дескать, кавалер. А не при деньгах. Хожу возле нее, что петух. Она хохочет. Ха-ха-ха. И на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? А она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного ли? Может, вытошнить? А она мне, нет, говорит. Мы привыкшие. И берет четвертое. Но тут ударила меня кровь в голову. Ложи, говорю. Взад. Она испугалась. Открыла рот. В роте зуб блестит. А мне как будто попала вожжа под хвост. Да и все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю. К чертовой матери. Ложила она назад. Я говорю хозяину. Сколько с нас заскушенные три пирожные? Хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, заскушенные четыре пирожные столько-то. Как, говорю, за четыре. Когда четвертое, вон, в блюде находится. Нету, отвечает. Оно, хотя и в блюде находится, но надкус на нем сделан. И вон, вон, пальцем-то смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно. Перед рожей руками своими крутит. Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло на пол повалилось. Народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Считал деньги. Вобрезан. За четыре штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. Докушивайте, говорю. Гражданка-то заплачена. А дама не двигается, конфузится, докушивает. А тут какой-то дядька ввязался. Давай, говорит, я докушаю. Я докушал, сволочь. За мои деньги. Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой. А у дома она мне говорит. Довольно свинство с вашей-то стороны. Которые без денег не ездят с дамами. А я говорю. Не в деньгах. Гражданка счастья. Уж извините меня. За выражение. Так мы с ней и разошлись. Да. Не нравится мне. Аристократки. 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 Продолжение следует...